Это видео попало в сеть спустя несколько дней после начала боевых действий на линии соприкосновения войск. На первый взгляд кажется, что армянские военнослужащие на самом деле захватили одну из утраченных позиций. Но если приглядеться, то становится ясно, что это видео от начала до конца смонтировано. Первое, на что стоит обратить внимание, это на колонны вооруженных людей, которые движутся за оператором. Вот они. Позже один из военнослужащих армянской армии якобы отстреливается от азербайджанских солдат. А теперь присмотритесь. Вам не кажется странным, что армянские военнослужащие введут огонь по своим? Таких видеофактов успехов армянских вооруженных сил очень много. Терпя поражение на поле боя, военно-политическое руководство Армении перевело войну в информационное пространство. К сожалению, на сегодняшний день нет универсального инструмента для борьбы с подобным явлением. Однако очень важно получать информацию из проверенных источников, особенно в таких конфликтных ситуациях. С учетом развития технологий и социальных сетей, мы получаем очень большой поток информации о конфликте. И не всегда получается определить, где правда, а где ложь. Как правило, дезинформация выгодна третьим лицам, которые непосредственно не задействованы в нашем случае в армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте. Но преследует свои цели, используя одну из сторон. Здесь речь идет о Ереване для дальнейшей эскалации. История помнит множество случаев, когда переговорный процесс между воюющими странами заходил в тупик из-за дезинформации, так называемых фейковых новостей. Единственный верный способ для разоблачения фейковых новостей – прежде всего проверка достоверности полученной информации. Важно своевременно предупредить людей о том, что распространяется дезинформация, а также предоставить потребителю правдивую информацию, основанную на фактах. Кроме того, важно с помощью специалистов разоблачать тех, кто распространяет фейки. Таким образом можно добиться повышения осведомленности общества. На самом деле, понять, что полученная информация – это фейк, очень просто. Часто новость не бывает подкреплена фактами. Если присутствует видео, то, как правило, оно низкого качества или же смонтировано. Кроме того, важно обращать внимание на источники. Немаловажным является и то, что дезинформатор всегда использует простые формулировки, и поэтому любая ложная информация лучше и быстрее воспринимается обществом. Люди уже устали от сложности, они склонны слушать простые объяснения. Дезинформаторы, особенно при отсутствии фактов и правильных ответов, легко распространяют свои новости среди населения. И люди, как правило, подхватывают дезинформацию и распространяют ее дальше. Сегодня, в век распространения высоких технологий, очень важно каждому из нас черпать новости только из проверенных источников. Наша бдительность ослабит противника и поможет выйти победителями и на информационном пространстве. Ровшан Ильясов, CBC